всем привет добро пожаловать в волокна пару вот мы вышли из нового салона у нас опять же невезуха с нашим мастером он уехал обещал вернуться через месяц полтора полтора но не вернулся почти два месяца были не крашены поэтому кто писал что у Ольги Ростиславовны с возрастом меньше волос это не правда у меня не меньше волос просто отросли седые корни и все просвечивало весь скальп конечно же в общем ужасно все это было мы его не дождались я говорю Аня как покрасился сразу же он нахрен в огне вот чтоб удобно что приехал посмотрим сейчас искали Аня искала салон который работал бы с той краской который нас Арман все-таки красил но чтобы у нас краска лореалину и ну а вот для каких толстых волос никаких она одна нет ну просто что она больше подходит для для плотных толстых волос вот ну и попали в общем кому попало опять же и мне будут все мои светлые куда-то дели волосы я даже не знаю в общем хотя цвет красивый получил вот куда ты поднимаешь голову я хочу сама послать нет 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 а мы в Миде идем да вот и сейчас мы все-таки осуществим мою мечту и пройдем вокруг ремлян это прямо грандиозная мечта да 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 как вы видите мы идем в солнечный солнечный день у меня даже очки да да мы заблокировали и печки мы ждем даже несколько метров не прошла да не я все время хожу в них так спускаемся вот ну или сейчас будем гулять очень мамина мастер мне понравилось а мне испортили красивые ожерели которые я ванне хотела Я вам показывала его, которое всем понравилось. Вот, все, будем гулять. Какие мы красные. Какие мы с тобой обе глазастенькие. Я не буду снимать очки, потому что мне солнце светит. Мне сейчас солнце за тучку зашло. По воду гуляет, по лицевой фонтану. Нет, ну, в общем, много. Нет, только что мы там ловли, где-то навстречу нам шли. Пока достали камеру, все чистенько везде. И на бульваре мы сегодняшки так чистые. У меня упала бумажка. Она говорит, подними, сейчас же здесь чисто. Конечно. Все должно быть чисто. Покажи, какие газоны. Газоны? По газонам не ходить. А вот это информационный центр, экскурсионное. О, теперь так развесованное. Очень красиво, раньше он гораздо позывнее. Сейчас очень красиво сделали. У нас Баси очень любит здесь гулять. Когда ночью ходим, никого нет. Пусто. Она бегает. Даже если она дома сделала все дела, она с ней почему-то обязательно какает. Да. Вот непонятно. Почему? Сейчас мы пойдем на набережную. Мне кажется, почему-то, что мы замерзнем. День вестер будет не очень сильный. Холодный. День вестер будет вообще-то. День вестер будет сильный. Холодный. Вот она у нас по рекам. Но мы не будем переходить на ту сторону. Вот там храм леса Спасителя виднеется. Кремль. Мы на ту сторону не будем переходить. Там машины ездят, неудобно. Мы пойдем вот туда. А кто-то тут снимал только что селфи. И где-то говорит, ну хоть селфи что-ли снять. Делать-то больше нечего на фоне Кремля. А я тут замерз. Это было лучше было. Покажи нам. Ой. Замерзла. Я все время смотрю, темно, не темно. Получается. Мы снимаемся. Мы темно и не темно. В общем, я замерз. Волосы убрала, потому что ветер сильный. Причем со спины почему-то. Вот. Нам осталось немного дойти туда. И мы повернем уже к Куму. Волосы. Там все, там уже заняты. Там на меня уже внимания не обращают. Вообще, на вас тоже внимания уже не обращают. Мы пришли на Красную. Ну, почти. В Васильскую спуску находимся. Храм Василия Блаженного. Сейчас мы подойдем к нему ближе и побольше вам его снимем. Вот. Там... Это мое самое любимое здание в Москве. Прямо Василия Блаженного. Да, мне он тоже всегда с детства нравился. Он очень веселенький. Мама мне рассказывала про строительство парка на месте... Как это называлось? На месте гостиницы России. Да. На месте Зарядья. Вот этот вот парк развлечений Зарядья, он в этом году должен уже в строй вступить. И сейчас, ну, вот отсюда не видно. Там будет такой выносной мост. То есть не через реку, а он будет заканчиваться раньше. Он такой дугой будет сделан. Как типа смотровой площадки, что ли. Москвичи по-разному воспринимают этот мост. Вы москвич, как вы воспринимаете этот мост? Я не знаю, я не видела в целом. Весь комплекс, нужно же не отдельно мост рассматривать. Вообще, как он гармонирует и какая у него смысловая нагрузка. Не знаю. Ну, а мы направляемся дальше. Ау, 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 ау. Мне больно. Я, например, вообще, конечно, была бы против того, что вообще Зарядья самой снесли. Мне папа рассказывал. Ну, это ты сильно в прошлое убежала. Будь-ка там была церквей. Просто, ну, как говорили раньше, 40-40 он, да? С тут церквей и колоколем. И все это вот в одном месте. Красота была, конечно, неописуемая. А осталось парк развлечений. Да. Мама уже есть захотела. Да. Да. Мы, ну, на самом деле, мы идем просто по кругу. От салона вот к Красной площади и обратно домой сейчас пойдем. По Творской. Да. Мы уже прошли 5 километров. Мы уже прошли 5 километров. Ну, как вы понимаете, мы постепенно-постепенно входим в режим долгих гуляний. На долгие дистанции. А вот и он во всей красе. Все, мы уже ближе подошли. Я просто обожаю, какой он яркий весь. Просто потрясающе красивый. А там, вдалеке, уже ГУМ. И там уже включены огоньки. Я не знаю, во сколько их включают. И снова здравствуйте. Мы вернулись. Уже домой пришли. И на обратном пути мы зашли, взяли заказ Топор-Вэ. Не знаю, кто-то написал, ждем заказ Топор-Вэ. Вы хотели, мы вам показывали. Ну, вы знаете, мы делаем заказы, на самом деле, только тогда, когда есть хорошее спецпредложение. И что-то там, подарок хорошее, то, что нам нужно. Да. Вот в этот раз, в этом месяце, мы всего два заказа будем сделать. А может, и один, как пойдет? Не, ну два, наверное, все. Как пойдет, может, и один. В общем, первый заказ мы сделали. Начнем. С постоянного, бессменного члена нашего заказа. 150-ю помаду покупаем. Нет, не только помаду. Замесочное блюдо. 125-е замесочное блюдо. Ну, это меньше. Нет, ну оно, по-моему, меньше. Нет, оно такое же, как синее. Ну, вы знаете, учитывая то, что теперь понятно, что мы используем их как миски. Это, ну, как вот миска, но замесочная миска такая. И для хранения в холодильнике можно использовать. И для салатов, и для теста, и для чего. Ну, в общем, для всего. Она такая летненькая. Да, это такая яркая, зеленая. А ну на сколько это написано? А, я не вижу. 2,75. А, да, меньше. Нет, 2,75. Синяя такой же. И здесь крышка, она, ну, в общем, очень плотно закрывается. Да. Такая, поэтому здесь хорошо все хранится. Это не из каталога, это из предложения месяца. Дальше тоже из предложения месяца. Ну, вот это я не знаю зачем, но они понравились. Или сметаны. Ну, да. Здесь крышка, ну, как она называется, у них первого класса. То есть она влага и воздуха непроницаема. И они здесь разноцветные контейнеры. Те, кто говорят, что зачем вы столько контейнеров набираете, ну, я могу сказать, что когда мы делаем большие заказы, когда мы сразу там неделю, на полторы покупаем всего, у нас даже иногда контейнеров не хватает, чтобы все разложить в холодильнике. А мама тут недавно говорит, закрывает холодильник и говорит, а я даже не знала, что в нашем холодильнике столько всего помещается. Раньше столько всего не помещалось. Да, вот три цвета. А главное, очень долго все хранится. Просто удивительно. И вот такие же крышечки разноцветные. Ну, мы любим разноцветные все такое, яренькое. Дальше. Ну, заказ небольшой, кстати. Вот самое прикольное. Нет, это в конце. Самое прикольное в конце. Но у нас уже есть такие штуковины. Это вот такие скребки. У нас оранжевые с черной ручкой. Да. А эти белые. Ну, это тоже по Аниной заявке. Ну, можно на самом деле разделить. Те для соленого, например, а эти для сладкого. Да, я так и подумала, что тем можно... Просто этими скребками можно и на сковородке что-то делать. Ну, например, оранжевыми можно на сковородке что-то делать. А беленькими кондитерские всякие вещи делать. Сейчас я их открою. Как же они все без остатков вынимают из баночек, ложечек, контейнеров. Все такое, ну, типа соусов, сметаны, кремов, когда кремы взбиваешь. Раньше, ну, как вот, когда мы маленькие были, мама печет торт. Иди крем есть. И вот это все сидишь, там пальчиком вылизываешь. А теперь фиг даст кто. Теперь детям никто ничего. Да, потому что вот этим скребком можно прямо вот сюда капельки собрать и положить в контейнер, и все это сохранится. Но это очень круто. Соусы тоже. Вот попробуй в соус Хайнс залезь вилкой или ножом, или еще чем-то. А эта штука вот прямо в этот соус проникает, и можно все стеночки, весь соус собрать вообще. Ну, и это все по специальной цене. Да, две штуки там, 1200, что ли, получилось. Очень выгодная цена. Да, в подарок нам дали. А что там еще ничего? И тут у нас по в конце. А это в подарок... Там крышка еще есть. Я вам скажу, там написано потрясающее, мерцающее, замесочное блюдо. В общем, это вот такое... Всего на один литр. Да, оно совсем маленькое, и оно, по-моему, другого... Ну, в общем, оно как-то по-другому, да. Но оно мерцает. То есть тут такие мерцалки, вкрапления в пластик сделаны. Ну, и оно на сколько? На литр. На литр. То есть оно маленькое совсем там, что-то такое маленькое перемешать. И тоже можно закрыть крышкой. Очень хорошо заготовки, да, делать на праздники какие-то. То есть... Все порезать и только в конце смешать. Да. Ну, прям здесь смешал и все. И закрыл. Ой, вы знаете, вчера, что ли, или позавчера... Сегодня какое число? Сегодня 23-е. 23-е. Значит, позавчера я достала контейнер с листьями салата, который у нас остался с 8 марта. Представляете? Ну, давно был уже сдох. В любом контейнере... В обычном, да. В любой бумаге, фольге там и так далее. А тут он был свежайший. Я говорю, Аня, ты посмотри, какие листья замечательные. Сейчас я соберу, и мы к вам вернемся. О, мы вернулись. Значит, мы взяли по спецпредложению... Нет. В общем, там было предложение. Возьмите дешевле, если возьмете из каталога что-то. Но так как у нас в списке уже желаний был вот этот, это называется кликсет. Это такие овощечистки. Вот это две овощечистки. Одна обычная. Ну, не только овощечистки. Вот эта вот большая. Ну, я как раз и рассказывала. Одна обычная, ну, самая стандартная, универсальная. Вторая, она как бы универсальная. И плюс у нее там зазубринки, чтобы, ну, с томатов, ну, совсем тоненькую кожицу снимать. А вот эта она нарезает как... Слайсы такие длинные. Ну, кабачки можно тонкими слоями порезать, там, баклажаны, предположим. Ну, картошку также можно порезать. У меня задумка вот так вот сделать и лазанью, ну, типа овощную такую лазанью вместо, ну, как, пластов вот этих теста, овощи сделать, как запеканку в общем. Вот. И в спецпредложении еще вот такой наборчик был. То есть он вставляется вот сюда, этот наборчик, и получается полный, вот, полный кликсет. Да, представляете? И здесь в наборчике... Здесь вот эта маленькая, очень острая терочка. Очень, просто страшно острая. Вот она такая. Поднимем. Я ее сейчас подниму. Знаю, что там здесь чеснока случится. Ну, чтобы красиво. Ее можно использовать тоже для чеснока, для орехов, для шоколада, но когда в небольших количествах используется. Ну, я думаю, что если... Ну, вот у нас для цедры есть, например, для цедры, да. Можно, например, эту использовать только для шоколада, или там только для цедры, а ту использовать для всего остального. Вот эта фигня, я ее не совсем поняла, но это вроде как венчик такой. Ну, чтобы... Что-то не поняла. С дырочками венчик, да. Да. И... А вот эта вот оранжевенькая, это для карвинга. Ну, надо научиться, конечно, то есть вырезать из овощей, там, фруктов, что-то красивое. Ну, можно даже не что-то красивое. Украшения какие-то. А можно вот в том же самом кабачке сердцевинку вырезать. Или в дыне. Ну, в общем, теперь такой полный комплект. Мы прямо рады, что раньше не купили основной комплект. Да. Ну, просто вместе они хорошо смотрятся. Сейчас я сделаю. Вот, то есть это реально уже такой полный комплект. Да. Во все оружие. Ну, и вот к этому маленькому комплекту своя ручка, и к этому комплекту своя ручка. Они насаживаются... Да, они... Съемная ручка. Очень просто насаживаются. То есть вот так. Все. Вот он. И очень плотно держится, кстати. Да. Вот весь такой заказ. Прикольный. Да, больше ничего нет. Все. Больше ничего нет. Ну, я... Если наше благодарность, то я сегодня очень благодарна, что мы наконец покрасились. А я благодарна за прогулку, которую давно-давно уже наметила. Потому что давно уже тепло стало. Но вот только сегодня мы ее осуществили, и мы прошли в целом восемь с лишним километров. Да. Мы с собой очень гордимся. Мы очень крутые. Вот. На обратном пути мы встретили нашего старшего по дому. И подходит мальчик какой-то к нему. Ну, не мальчик, а молодой человек. И этот старший наш знакомит его с нами. А он говорит... А он говорит... А, из школы 1278. Представляете, Аня там училась. Он ее помнит, а она его не помнит. А я такая... Проходит, знаете, несколько секунд или минуты. Говорю, а мы что, знакомы? Говорю, ну да, я в параллельном классе училась. Говорю, да. Теперь она мучается, что это за мальчик. Нет, я просто не особо общалась с кем-либо из параллельного классов, поэтому я даже не знаю, кто это. А этот подколол. Говорит, ну вот вы, значит, запомнились. Я говорю, меня все по родинке запоминают. Вот. Мы с вами обязательно увидимся завтра. Мы сегодня начали смотреть сериал. Вернее, Аня его уже посмотрела давно. Я первый сезон посмотрела. Ну, первый сезон. Да, три года назад. И, наконец, она до меня донесла идею этого сериала. Уже снял второй и начало третьего сезона. Там просто играет очень любимый мной актер Дэвид Теннант. Он играл и в «Докторе Кто». Ну, он кроме «Доктора Кто» много играет. Он очаровательный. Это британский сериал, по которому штаты пытались снять ремейк, но больше, чем на один сезон их не хватило. И, в общем, все это они забросили, а британцы продолжают его снимать. Уже третий сезон сейчас снимают. Очень напряженный такой замут. Когда мама начала смотреть, я говорю, мам, я первый сезон за одну ночь посмотрела. Ну, потому что просто вот реально хочется узнать, ну, кто, кто, кто же это? Вот. Хотя, ну, ничего прям такого сверхдинамичного. Да, все как будто такое, знаете, обыденное, такое, не какое-то там сверхъестественное. Все в обычной жизни происходит. Вот в этом-то весь трагизм и весь ужас, конечно, того, что все это происходит в совершенно обычной жизни. Актеры замечательные, то есть собрали со всей Англии. Природа, ой, какая же там природа показана. Просто фантастическая, красивая очень. Ну вот. Вот, начали смотреть. Ну. Еще раз повтори, как он называется. По-русски «Убийство на пляже», а по-русски «Продчерч». Да, убийство на пляже по-русски, да. Вот. Ну, пляж английский, чтобы вы понимали, это не мое. Вот. И море тоже там такое суровое. Да. Серое, мутное. Ну, я вот смотрю блогеров, которые в Брайтоне живут, но у них такое очень серое море. Оно не такое счастливое, как на курортах. Оно такое вот более спокойное, что ли, более такое вот задумчивое море у них. Я думаю, что у нас на севере тоже такое задумчивое. Ну, я думаю, там вообще, я никогда не была на севере, на море, но там, наверное, вообще холодно. Не, ну ты же была в заливе в Питере, мы же с тобой были обе. Ну, да, на Балтийском море я была. Ну, вот это же тоже как северное море. И оно прям такое вот очень задумчивое. В общем, мы с вами завтра обязательно увидимся. Напишите, пожалуйста, как вы уже, ну, не то что отпраздновали, ну, что вы вот делали, чтобы начать весну? Ну, может, уже на шашлыки съездили, может, просто гуляете больше. В жверх. Ну, а что, может быть, люди и в ноль градусов ездят на шашлыки, некоторые и в минус 20 едят. Но именно вот, может быть, вы первый раз на велосипеде уже проехались. Ну, в общем, что-то. Вот мы первый раз прошли, долго прогулялись, потому что погода позволила нам это сделать. Мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока! Пока-пока!